Снижение ставок по ипотеке, рост числа рублевых вкладов и выгодные условия по кредитам для бизнеса. Эти темы обсудили сегодня Владимир Путин и глава банка ВТБ Андрей Костин. Встреча состоялась в Кремле. Есть важные цифры, которые касаются миллионов потенциальных покупателей жилья. Какие именно в материале Натальи Семенихиной. Ипотека бьет рекорды с января по мае. Это официальная статистика. Банки выдали своим заемщикам триллион рублей на новое жилье. На 60% больше, чем за тот же период 2017-го. ВТБ в лидерах рынка. Глава банковской группы Андрей Костин рассказал президенту, что ипотечные займы – двигатель кредитования граждан. Говорим о результатах работы банка за полгода. Да ладно, мы отмечаем, что у нас прирост кредитного портфеля как по кредитованию предприятий, так и населения. Особным таким двигателем является ипотека. И хотел бы сказать, что не только темпы роста ипотеки, мы в этом году планируем, что она превысит 20% эти темпы, но и ставки, наша цель, это то, что вы обозначили в послании федеральному собранию, порядка 7-8%. Сегодня мы выдаем уже ипотеку по ставке 8,9%. Так что нам не так уже много осталось для того, чтобы дойти до той установки научной цифры, которую вы назвали, мы к этому стремимся. Темпы наращивает и кредитование предприятий. Для крупных и малых свои условия. Для малых заемные деньги пока дороже. Ну вот я взял по крупным. По крупным последние 16 кредитов за второй квартал. Здесь ставки серьезно снизились. Они варьируются от 6,75% до где-то 10%. То есть в том 7-8% предприятий торговли, машиностроения, металлургии, ну это крупная медицина даже. Для малышей ставки выше 10% сейчас. Но мы работаем над тем, чтобы эти ставки снижать. Думаю, условия для этого все есть. В среднем по стране уже меньше 9. То есть меньше 10? Где-то так сейчас, да. Но где-то мы стараемся. И кредиты, и ту же ипотеку в валюте в банке оформляют все реже. Урок прошлых лет усвоен, занимая в том, в чем зарабатываешь. С накоплениями граждан тоже ситуация меняется. Графики рублевых и валютных вкладов, эти конкретно составлены по данным ВТБ, разошлись в противоположных направлениях. В рублях ставки выше, и, что важно, выше инфляции. Дедолларизация называют этот процесс банкиры. Это укрепляет экономическую безопасность, финансовую стабильность страны. В ВТБ разработаны предложения по постепенному переводу расчетов российских экспортеров с долларов в другие валюты, прежде всего в рубль. А также по развитию рынка еврооблигаций и других финансовых инструментов, которые у нас пока не используют. Нам нужно создавать, я думаю, свои инструменты. Это нам даст дополнительно и защиту нашего финансового сектора от внешних факторов, и вообще даст новый импульс для развития финансового сектора. Я поэтому хотел предложение, если можно, чтобы вы поручили рассмотреть и сообщественную структуру в правительственном банке, и по возможности поддержать курс на такой дальнейшую дедолларизацию, до дедолларизации нашей экономики. Хорошо. Глава ВТБ рассказал президенту и об успехах банковской группы. Чистая прибыль с января по май выросла почти на 75%. В деньгах это как за весь прошлый год. По эффективности банк входит в пятерку самых высокодоходных в Европе. Наталья Семенихина, Павел Рудаков, Станислав Оплетин, Первый канал.